Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Пикудей. Надо сразу же отметить, что четыре из последних пяти недельных глав книги Шмот посвящены постройке святилища, скини или мешкан. По какому принципу разделены эти главы? Первые две, Трума и Тецаве, связанные с собой заповедью постройки храма. Очевидно, они отличаются от двух других Ваякель и Пикудей, в которых говорится о донесении этой заповеди до людей и ее выполнении. Разница между ними заключается в следующем. Из главы Ваякель мы узнаем, Моше собрал народ, чтобы передать им заповедь Всевышнего о постройке храма. Пикудей рассказывает о подсчетах, произведенных Моше, собравшим все добровольные пожертвования материалов для святилища, золота, серебра, меди и т.д. Об использовании пожертвований, о помазывании мешкана и его содержащего маслом для помазывания, о порядке жертвопринишения и о том, к чему привела проделанная работа, Бог спустился в святилище и закрыло облако шатер Откровения и, слава Бога, наполнило шатер. Шмот 40.34. Шмот 44. Шмот 44.34. Всевышнему в любой форме приводит к раскрытию божественности. И все, все же это бесконечно мало в сравнении со славой Всевышнему, наполнившей святилище в результате помазывания его и совершения жертвоприношения. В главе Пикудей, которую мы будем читать на этой неделе, мы видим три уровня диалога между человеком и Богом. Три стадии развития их отношений. Сначала поступает инициатива от Бога сверху. Это заповедь, открывающая путь к объединению человека с волей Всевышнему. Затем наступает пробуждение снизу. Человек принимает на себя обязанность подчиниться и создает в себе святое место, очищенное от заблуждения относительно самодостаточности, чтобы Всевышний вошел туда и жил в нем. Наконец, человек получает ответ Бога и раскрытие божественности на территории, где обитает человек. Обращение, словно голос, доносящийся извне, было раскрытием голоса Всевышнего, призывающего человека преодолеть свою замкнутость и отгороженность. А последний ответ Всевышнего шел изнутри, наполняя святилища, построенное человеком, славой Бога. Давайте же сделаем следующий вывод, что здесь дается сопоставление создания мира и создания шатра завета, откровения. Если мир сотворен высшей силой, то шатер завета строится самим человеком и символизирует сосуд, в котором мы начинаем ощущать высший мир. В материальном мире наши желания рисуют нам ощущения этого мира. Мы способны почувствовать что-то только в мере своего желания, в его стиле, в его внутренних состояний. Если у человека отключить определенные рецепторы, он перестанет ощущать какие-то объекты или явления. И у него даже может пропасть возможность мысли, дорогие друзья, чувствовать, исследовать и анализировать. Но получая свыше духовное воздействие, мы начинаем строить совершенно новый сосуд восприятия. Не физического мира или не только физического мира, а мира тоже духовного. Мира сил и качеств. Он строится именно на основании потоков света, разума, высших ощущений, которые нисходят к нам и постепенно создают в нас образ высшего мира. Так же как наше тело образуется из перезвоночального элементарного материала, а затем появляются базовые стволовые клетки, из которых формируются ткани живой материи, так и мы начинаем образовывать из духовных стволовых клеток основ ткани образ духовного сосуда, который в принципе идентичен нашему животному телу, только в духовном виде. В нем существуют абсолютно те же органы и соотношения между ними, что и в человеческом теле, но они силовые и качественные. Поэтому этот духовный прообраз называется человек, так же как и наше тело. Мы строим его из основ, которые получаем свыше, то рай является программой, так сказать, построения человека, духовного сосуда, который в конечном итоге наполнится, он наполнится совершенством. Так наше физическое тело наполнено материальной жизненной силой, так и духовный образ, духовный сосуд, духовное тело наполняется силой, называемой цветом или духовной жизнью. Отличие между ними в том, что существование духовной части совершенно не связано с животным телом. Животное тело может, не дай бог, умереть, а эта часть остается, потому что относится уже к миру сил, управляющих всем мирозданием. Этого я нам всем и желаю. Браха вас лаха, будьте здоровы, шалом, мир всем нам, ваш Равин Каплан. Субтитры создавал DimaTorzok